В некотором городе жил один юноша, который весьма много зла сотворил, и ремеслом его было то, что накрадывал мертвецов. Но вот однажды благодать Божия коснулась его сердца, ужаснулся он своих злых деяний, вспомнил Божий суд и решился в покаянии и смирении провести жизнь в последующую. Для сего пришедший к пещерам, где лежали окраденные мертвецы, он сначала горько плакал тут, не смея даже произнести и имени Божие, а потом и совсем затворился в одной из пещер. Но тут и началась ужасная для него брань бесовская. Прошла неделя жития в грубищах, и после он и полчища бесовские явились и возопели. Где же этот скверный, нечистый, который, присытившись грехом, теперь целомудренным хочет показать себя и благочестивым? Неужели ты думаешь христианином еще быть? И неужели думаешь быть помилованным, садившись только наших зол? Выходи же скорее отсюда и ступай на свои прежние деяния. Блудницы и скупщики и крадена уже ждут тебя. Что же не идешь, чтобы удовлетворить скверным желаниям твоим? Смотри, если не пойдешь, то мы возьмем свое. И к чему так моришь себя? И к чему, каян, и думаешь избежать муки? Не наш ли ты? И не нам ли продал себя? И не все ли беззаконие наше сотворил ты? И не всем ли нам потому повинен? И посмешли что-либо на все это ответить нам? Так вопияли бесы. Но юноша при вере и беспредельной милосердии Божией кающимся грешникам укреплялся Божией помощью и силой, и бесам ничего не отвечал. Долго, долго мучили бесы его своими воплями. Но, видя, что они мало помогают опять взять юношу в свои руки, по попущению Божией начали наносить зло и его телу. Бесы много раз так сильно били его, что оставляли едва живым. И были времена, что юноша не мог даже тронуться, одним членом своим стонал и думал, что уже наступает и последний час его. Между тем родные взыскались его и нашедшие в пещере спрашивали, зачем ты пришел сюда? Не зная его намерения, они убеждали всячески его возвратиться домой, но юноша не послушался их. Бесы же продолжали его мучить, а родные паки приходили к нему и снова умоляли уйти из пещеры. Юноша говорил им, нет, лучше умру я в этих гробницах, чем возвращусь в мир на смертные грехи. И сколько близки не вещевали его, он оставался непреклонным. И они принуждены были одни воротиться домой. По удалению их, бесы еще напали на юношу с таким остервенением, что едва не убили его. Но это уже было зато и последних нападений. Видя юношу непоколебимым в терпении и мужестве, как скала, они, наконец, удалились от него вопия. Да, благодатью Божией своим терпением он одолел нас. И после этого юноша уже не видал зла от бесов и без беды, сказано, пожил в гробах до смерти своей. Не правда ли же, братья, что подлинно, когда мы обращаемся от греха к добродетели, тогда нам от того трудно бывает, от того часто тоска и уныния нас гнетут, что в это время дьявол объявляет нам непримиримую брань, мучит нас невидимо и тревожит, и всеми силами старается совратить с пути спасения на погибельный. Заметьте, когда упомянутый юноша много злотворил и мерзецов окрадовал, тогда не сказано, чтобы у беса хотя бы и пальцем тронули. Когда же вспомнил суд Божий и взялся за доброе, тогда они его чуть не убили. Так же точно бывает и со всеми нами, когда бросаем худые дела и принимаемся за доброе. В это время нам скучно и мучительно бывает от того, что тут дьявол объявляет нам непримиримую брань. Помни же это, будем всеми силами нашей души гнать от себя внутреннего и тлитворного змея терпением и мужеством, а вместе с ним без сомнений и молитвой постом. Ибо эти два последних оружия в борьбе с врагом нашего спасения указаны нам и самим Господом. Сей рот говорит, он не исходит только молитвы и постом. Аминь.